Первое послание Числа. 1 глава 5 стих. «Вот благовестие, которое мы слышим от Него, но отвечаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой смысл». Глава всех понятная, но неисполнимая на сегодняшний день. Вот благовестие. Слово благовестие означает доброе известие, которое человек получает. У нас многое открыто за иностранными словами, что Евангелие, батюшка вышел с Евангелем, приложитесь к Евангелию. А спроси, что означает Евангелие? Книга, украшенная застежками. А это означает благая вещь. И когда мы считаем, открываем Иоанн, там написано «Святое благовествование от Москве». А дальше уже Евангелие идет. Давайте вернемся к пущему. Батюшка выходит с благовестованием, с благовестем. Сразу меняет смысл. Нет, не еда. Евангелие – прекрасное слово. Здорово же нет, но за ним скрыто. Скрыта сама суть. Что? Ходили принимать крещение. Крещение переводится «погружение». Ходили прям получать погружение через мочение. Сразу выглядит ваш обман. Правильно слово крещение. А по ним скрыт «обман». Что пасха? С пасхой поздравляю. А что такое пасха? Хорошо не делается, включи. Пасха означает исход, вывод. Я поздравляю вас с пасхой, чтобы вы вышли из греховной жизни. И вошли жизнь во Христе. Сразу меняет другой смысл. Вот еще смысл такой. Что означает слово «анфин»? Что означает «престольный праздник»? Верующие люди должны быть исключительно развитыми. Мало, грамотным здесь дело нет. Даже маленькая грамота. Ты только вставаешь и познаешь, и сразу идешь и делаешь. Все время будешь подниматься. И при встрече с тобой даже самые грамотные люди своими званиями для хоров, они будут казаться мальчишками. Истинное знание отсюда. Вот благовестие, вот. Вот сегодня мы отмечаем в 16 феврале 2007 года снова крестольный праздник. Наш праздник назван в честь святого священно-мышленника Ампима Некомедийского. Что у него вруча? Посмотрите на икону. Которая нарисовала независтое сверху раба Божия. Остроила память о себе. И считаю я, что как обустроителя храма молятся, так и о ней нужно молиться. Постоянно. Бангрия держит. Блага идет. И что мне видится символично, редко, чтобы на этой иконе, крестольной иконе, лежит в Библии в русском переводе. Простое дело, но скажите, где, в каком храме сегодня вы это увидите. Это же храм назван во имя Ваима Некомедийского Иоанна Проштатского. И чтобы и вам в Библии лежало. И я думаю, это тоже не смешально. Внизу кровавые капли, вон мученик, он умер. И что сегодня считали? Вспоминайте наставники ваши. Зачитая. Которые проповедовали вам. Не к которым вы ходите поклоняйся. Сухарики. Челунки надо было надевать. А которые к вам шли. И мы эти храмы часто повторяем. И подразумеваем на их причину жизни подражать. Я к этому могу подражать. Он умер. И когда человек был из-за того, что на коленях дым от свечи был и прошли. Там огромная разница с неба и земля. Нас прохи людей сегодня. У нас приезжают сущенники, когда слушали на праздник. Дум говорить не могут. Никто не запинает, не запинается. Смотрите, что здесь организовки все до одного стоят. Но они рядом не стояли. А дальше. Дальше считают. Запоминайте наставников. То есть мерка, критерии. Определительные не меняются. Как тогда? Вспоминайте тех наставников подражения жизни. Как и сегодня. Сегодня наоборот. Финавка. Контр. Мощи. Зеленка с могилы возьмите. А дальше. И не увлекайтесь различными мучениями. Это про нас говорится. Увлеклись ночами. Спрепшими ходами. Это про нас сегодня считали. Нам с пахать и улетать надо. А Финавка никто не знает. А нам, пожалуйста, Жан-Пир живой, что для нас живет сейчас. А в этом, ребята, особая молитва должна быть, чтобы имя его не было повуганно в дальнейшем. Чтобы он подражал святому честному разному. Откроет святки. А в Иоанне написано, сколько Иоаннов там? Тридцать Иоаннов, может быть. Но в разных по-разному. Откроем один. Это чудо Божие. Итак, вот благовестие. А что означает благовестие? Святая добрая весть. А в чем она добрая? Самое главное, чтобы пророки говорили, Бог разгневанный, убивший мир, остался любовью. И Он обещал, придет Спаситель мира. Скоро Иисус? Ну, как принесли повторять? А за Иисусом снова скрыть? А что такое? Иисус Иисус. Иисус Новин. Иисус Террасов. Иисуса много было. Иисус и Иисус это. Ага. Возвращаясь в переводе на русский язык, Спаситель. А, представьте, прилагается, ты не Господи Иисусе. Слушай, я говорю, Господи, Спаситель мой. Поэтому, говоря Иисусе, мы все время должны понимать подлинный смысл слова. Иисус, и назовешь Его Иисус, и Иисус, и Он спасет и действует от Геркопии. А в Минбасе Харина, в Минбасе Харина, в Минбасе Харина, в Минбасе Харина, в Минбасе Харина. Каждое слово требует вникновения в Минбасе. И вот это благовестие, которое мы получили. Благая Веста, что Сын Гожий сошел с неба. Вот это благовестие, мы слышим от Него, в Божьей Бухов Христа. И, развещаем вам, как нам было это переходное звено. Дальше, которое услышали, они передают, я написал, вы предпечатали, мы ей перевели. Возвещаем, возвещаем. И мы не возвещаем. Вот благовестие. А все, что евреи неизбраны на рост. И вдруг Бог открывает дверь язычникам. Господи, ну какие же мы счастливые. Господи, благодарим Тебя. Мы, избранники, входим в число евреев. На пророческом, на апостольском основании. Мы теперь за правила уйдем. Какая благая весть, которую я вам возвещаю сегодня говорить сам. А дальше? Вот благая весть. Бог оставил только одну единственную, не для детей. Это только православная рост. Какие мы счастливые, что поднебежим к одессе ответы. Что Бог каждого посылает в благовесство. А что у нас нет православия? В горе нам. Мы отказываться не будем. Мы пришли на развалину. Благовесство, которое возвещает, делает нас врагами всего мира. Он был поражён и некомедим в 32-м году. В 32-м году. Это что означает? 1675 лет до наших дней. Это означает 11 лет, когда пришёл Константин в власти. Ни долго не дали до перестройки. Какой бы он наследую ещё оставил? Какие книги написал? Сколько людей обратил? Но у Бога всё по-другому. Может, для того, чтобы только подражать на дне кончине его. Это сегодняшнее ощущение евангельское и апостольское. Соружен правды в правой и левой руке. Кто Анстин? Как можно было бы так наставить партию? И сравнить с Россией. Вчерашние прихожане были за револьверы, за пеки. Выбивали священников. Крушили храмы. Что похоже на Сан Симон? Близко ведь не было в России. А почему? А вот довели до этого. Потому что благовестия не получили и не надвестили. А он жил при страшном режиме Диафритиана. Это диктаторский был режим. Конечно, не такой, как коммунистический. У коммунистов по тысячу раз тратить, они никого не прощали. К смерти. А у Диафритиана достаточно было жертву принести, хоть самый последний. Егорный был враг. Многих обратил бы христианство. Он всё прощался. Это тоже не надо забывать. То есть самый яркий негодный режим и оказалось вовремя самые негодные священники. Потому что не было более расправленной голоса. А при сегодня везде пишут, почему такое страшное сокрушение потерпела Россия. Потому что дымов не было. А мы сегодня о нём слышим. В Кремнином 1.1. Апостол Павел. Рабы Иисуса Христа. Избранный к благовествованию Божию. Мне бы хотелось услышать сегодня от 150 русских епископов. Кто из них может подписать? Я епископ Иннокентий. Епископ какой-то. Избранный к благовествию Божию. Нет. Он имплант для чего? Он Анну. Поместная церковь. Апостол Павел. Пополагает. 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 Как храм устроит. Монастырит. В благовествованию. А так мы получили. А вы от нас слышали и передали. И это тоже надо. Почему? Христос тот же самый. Не увлекаетесь чуждыми учениями. Кто не это такое? Это все же чуждые учения. Мы опутаны этими чуждыми учениями. В православии. Но никаких сектантов потом нашествий не было бы. Чтобы силы свидетельствовали. У нас только сектантов обратилось. Они на нас не нападают. И чего слышат наоборот. Слышат. Гимнам 1.12.2. В отношении к благовествия они враги. Кто? Евреи. Чтобы мы обратились. А сегодня? Да, евреи враги. Они ограбили нас. Себельные артилы олигархи. Они такие-то. Они мастолы. Они... В отношении к благовествия враги. Почему-то они нам не враги. Мы не можем правильно распорядиться. Это все-таки не надо. Мы не ушли. Евреи-то. Затем разница Россия-то. Еще и главное надо говорить, что у нас дорога раскопана. Сколько бы тут лишних людей к нам проехало. Как и здесь надо смотреть. Что в отношении к благовествия враги заходят. Евреи нам не враги. А это объект, на который мы должны направить любовствою. Возвестить истину. 2 Коринфянам 11.4. И кримином он написал. Тут понятно. Дарья говорит. Есть люди, которые проповедуют и мое благовествие. А не то, которое не приняли. Конечно. Не то, которое все в мисоте наслаждается. Пришел, ушел. Благовествованию. А не к тому, чтобы совершить эту идею и причастие на этом остановить все. Избранный Богом. И Бог не високий висает на этом. А почему она так подражает? Подражайте над правником вашим. Не увлекайтесь чуждыми учрениями. И сегодня читали мы. Добрый пастырь, полагая, из души подаю. Все входит на заднем. А если этого нет, все становится на виду. Он пишет Галатом. 2 глава 7 стих. И увидишь, что мне верено благовествие для необрезанных, как петку у обрезанных. Что ты хочешь? Не пасты 2 или 3. Этого ничего нет. А только то, что мне Бог дал не лицудея совершать и критичь не обрезать, а благовествовать. А им все... Что делать? Храм строить у обрезанных? Нет. Тоже возбещать. Мы не видим, что пишет Галатом. Ему это и не надо. Это... Стоповодческие племена. А надо оказываться. Потому что через них мы получили эту свободу. 2 глава 5.6.2. Мы держнули в Боге проповедовать вам благовестие Божие с великим подвигом. Проповедовать благовестие. Проповедь это еще не благовестие. Проповедь любого учения может быть. Мы проповедуем благую весть. А благовестие заключается в том, что принял нас язычников Христов, как и Ильеев. Что даровал нам святую веру. Какая блага и есть радостность. Сколько раз вам, сколько раз можно стать и правиться. У мусульман, если она отгубится, скользит. Если убийца – кровь за кровь. За Моисееву законов. А у нас не так. Нам верено благовестие. Это благовестие мы говорим. Что блудистый мытарь вперед власть в инвестиция. Не честно. Пресмертный час. Ни одна религия мира. Ни один ученый, ни один религиовед не может дать такого удешения, как Евангелие. Покажешься. Приходящего ко мне не изгоню углы. И проще у меня не постыдиться. Связовей на Господе и спасешься. Какая благая вещь. Живешь ты. Ничего не имеешь. Бог благословляет. Блаженный нищий духом. Мы сегодня слышали, вот пропелли на горную проповедь Христа. Ведь в каждой этой заповеди упор людям. Смертельный язв в любому режиму, который ни был. Блаженный нищий духом. Да когда проповедует какая власть? Благослов пишут их. Разные спортивные школы. Дальше военные организации. Что благая. А тут нищие духом смирились. И что? Обещанное Вечное Отцарство. Люди уважают силу. А Христос уважает неведение. Блаженный блащище. Они утешат. А вас ничто и никто не утешит. Какая благая вещь. И мы ее возвещаем всеми. Блаженный кровь те. Не оружием завоевывать будут. Бедные пошли. Русские завоевывали. В Чечью и других. А можно нам это было? Это просто его не проливать. А благая вещь. Таким мы послали миссионеров. А то ни с вами никто не звал. Почему ты Рафим не послал туда ни одного человека? А благословлял военных? Почему они прожитавский не организовал никакие отряды проповедников туда? Это иное благовестие было. Благовестие чудо. Узнать, как и имя твое и прочее. Будь сестоком. Архимий комедийский. Моли Бога о нас. Мы так нуждаемся в этом. Архимий комедийский. Вторая глава. Четвертости. Четвертости. Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие. И чтобы угождать не человеком, а Богу. Сегодня нельзя проповедовать, если ты будешь угождать человека. Нельзя. Эпископ тебе запретит. Эпископ главное, чтобы хороший договор с общими шумами. А человек немного прощается. А если ты еще больше нормы даешь, то вообще он закроет глаза на твои грехи. А нам он дает благовестие. А благовестие, это означает, ты будешь обучать и епископа, и патриарха, и правителя. У нас по истине в России остался один, который положил жизнь. Это Дмитрий Полевский. Пойдешь в городке, канонизируем. Как можно канонизировать человека, который жизнь положил на то, что он князи. Непрерывно дяне мощь начит. А здесь надо. Он может пристать. Но здесь не касается этой речи. Дмитрий Полевский. И на берегах, и везде. И наконец забился, иначе не ходил. Канонизировал. Он был заболел не до Сорского. Только должна быть богатая. До всего мира Билова, который у нас сегодня в Сорске может быть канонизировано. Даже единого шага нет у Проявителя. А вот сегодня нас и призывает к тому. Чего призывал? Сгорать. Не ведь и то же сжигать, а самому сгорать. Как Анфим не комедийски. Два восемь. И второй день девятый стих. Чтобы мы, работая днем и ночью, проповедовали благовестие Божие. Это подражание апостола Павла. 1 Тиматию 1.11. По славному благовествованию Блаженного Бога, Который верен мне. У нас слово «блаженно», это вроде иерогия, или нет. Бог блаженным называется. И нам это верено. Нам. Не апостолам только. Подходя отсюда всегда говорите. Я выхожу из этого храма на благовестие. Благовестие с твоей жизнью. Молитвами. Я просто умоляю и просто прошу вас. Начинайте больше самосовершать поклонов. Размечайте свою плоть. Раньше вставайте. Потом ребенок может вещь отдохнуть. Поздно будет. Уйдут раздеться, они вас слушать не будут. Бог нас призывает сегодня с хорнями, печальными, несчастными случаями, чтобы мы задумались. Выход один только. В смирении, вступать к Господу. И 1.10. 2 Тиматию. Иисус Христос разрушил смерть. И явил жизнь и не тение через благовестие. Не через причастие, а через благовестие. А через причастие многие получат смерть, потому что они подготовлены. А когда люди через благовестие спасены, но тогда причастия на вершине будет. Это реальность и прикосновение с Христом и Плотией Его. Явил нам жизнь. Где? Через благовестие. Говорят, через проповедь. Говорят, Тиматию 4.13. Говорят, Тиматию 4.13. Господь же предстал мне и укрепил меня. А ты чего? Чтобы я спрятался и никому больше не говорил? Нет. А бы через меня утверждалось благовестие, и многие язычники услышали Слово Божие. Он меня избавил для одной цели отчиненной, чтобы я другим возвещал. Он помиловал тебя в разрах, когда ты болела, чтобы ты возвещала. Он став тебя до одной цели. Чтобы свет Христов. И в нем нет тьмы. А вот он заключается благовестие. Ты все время везде должен этот свет благовестия распространять. Он там говорит. Рим. 16. Но они все послушны из благовествования Божия. Да так. Слушали меня, будут слушать вас. Кто-то не послушает. Но это не означает, что семя было брошено напрасно. Божь может скорбный час человека попри помнить. У него будет хотя маленький шанс. Но я не слышал, он вообще не знает, ему вспоминать нечего. И говорит, что он не к убийству человек сидит в камеру. Он не исполняется. Неделя, вторая и месяц. Он посидел. Я тогда стал вспоминать по словам, что меня учила мать молиться. Отче наш. Небо какое-то. Я не могу отсловить. Но я, говорит, что уже не расслабил главный вопрос. Это молитва. Засчитал. И в конце концов молитва составилась. Составилась, и вдруг говорят, что Мимонами пришло. Серпкий 3 говорит, что Мимон. Я теперь вернулся и священник все расслабил. Вашим детям, внукам есть, что будет помнить в скорую минуту, если вы все время будете придавать болезнь. Посидели немножко. Давайте помолимся. Боговейство у нас в России совсем никакое. 15 боговейств. Помолимся, что Бог. Возвестил, что Господь и света нет ни у них какой из мы. В Кименном 15-16. И вот священнодействие, благоествование Божие. У русских, у православного священнодействия ограничен с алтарем. Все. А Павел говорит, все священники и цари Бога, священнодействие, вот слышал, ты проповедаешь, и ты привлечешь уже Богу жертву. Выходило у тебя в руках. За встречи зажженные благоествование Христово. 15-19. Благоествование Христово распространено вновь мною от устаримой окрестности Иерусалима до Иеррика. А что такое Иеррика? То есть, наверняка, священники-то не все знают. Хавори нам подсказывают, что это сегодняшняя Албамия. До девятого века ходила в Югославию и в Юго-Восточную Австрию. Вот, допустим, Павел Страшок. Кого-то соседей деревни с трудом закираются. До Иеррика дошел. Временном 15-20. Старался я до свидетелей там, где было известно имя Христово. А у нас сегодня имя Христово как раз и неизвестно. Имя его спаситель. Что мы спасаемся Христом. И чудотворчеством людей. 1 Коринфянам 11-17. Ибо Христос послал меня не кричить, а благовествовать. 2 Коринфянам 4-15. Я ради вас пришел благовествовать. 1 Коринфянам 9-14. Господь повелел мне, по поведущим неблагодаря, жить вот два благоествования. Если сегодня вот это включить, одно отец творения, и пусть это с головы умрут. А что в городе? В благоествования нет, никто не обращается. Контрибуцию не на кого накладывать. Покойникам в городе кто визу тебя спикать не будешь. А вот душа, которая обратится, вот она говорит на те десятина. А в благоествования. Другого тоже нет. В целом благоествования в Новом Цепи встречается ровно сто раз. Эти сто раз как будто никогда не встречались. Еще четыре раза в самом названии Евангелия. 2 Коринфянам 4-3. Если закрыто благоествование наше, то закрыто для погибающих. Если только не принимать судьбу, который, князь мира сего, Бог осветил судьбы. И мы должны это видеть просто. И просто человек умный, знает, что он хороший товарищ, со мной работает, а к Богу не ведет. Он осветлен. За него закрыто садомой. Надо молиться о сокрушении садомы под ноги. 4-4. 2 Коринфянам. Бог греха сего, осветил этих людей, чтобы для них не насиял весь благоествование о ствале Христовой. Галатам 1-8. Если бы даже мы или ангелы с ним обошали, благовествовать не туда будет анатома. Это все неприменимо особенно к нам. О чем они будут разговаривать? Показывают в фильме священник среди запрещенных. Он дает брошюрки. Ну, почитай, житей святой Макроны. Только вот ты вздохаешься. Да положи ты ему Евангелия. Расскажи ему здесь, остановись, тебе это не запрещено. Нет, считай, житей святой Макроны. Это так, перед официальным. Игалатам 2-5. Мы ни в чем не уступили и не похорили желающим исказить благовествование, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Об этом нам говорит Евангелист Иоанн, что мы слышали от самого Христа, и это несомненно. И возвещаем вам. Я возвещаю вам. Подражайтесь под Иисусу Христу, апостолу, чиплому нашего храма. Как принято говорить покровителю, мы не знаем покровителю, но так принято считать Анфиму. И другим рассказывайте о нем. Это образит подражания. Он под всем параметрам, под всем пунктам подходит к тем, которым должно подражать. И чтобы вы были там, где он. Аминь.